Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня я вам хочу показать нашу виноградную школу. Ну, точнее, вы ее уже видите, она находится как раз у меня со спиной. Ну, честно говоря, это даже не школка, это какие-то монстры. В этом году растет все просто великолепно и создается ощущение, что там где-то живут маленькие гномники, которые ночью, когда мы спим, просто ходят и поливают это все дрожжами. Мы ничем не поливали, ничем не удобряли. Да, там лежат, конечно, ленты капельного полива, но за лето мы их включали, наверное, раза два. И все, больше мы ничего не делали. И, конечно, глядя на такой результат, мы будем отказываться от какого-либо проращивания черенков весной в стаканчиках. Это все ерунда, потому что, ну, результаты очень-очень разные. Как бы мы ни старались, в закрытых емкостях невозможно создать такие условия, как в открытом грунте. И вот эта вся красота чеканилась, я вам даже уже не скажу, сколько раз. Много. Вот в настоящий период, там, и последние недели три, наверное, ну, каждых два-три дня приходится туда залазить и что-то делать. Настолько бурный рост. При этом вы понимаете, что если вот так растет верхняя часть, то точно так же растет и нижняя часть, корневая система. И, конечно, нас это приводит в некоторое смущение, ввиду того, что это же все потом надо выкопать. Ну, будем надеяться, что мы все-таки с этой задачей справимся. Более того, в школке на некоторых кустиках висит урожай. Но сейчас вот я сниму камеру со штатива, и мы с вами пойдем немножечко посмотрим, что там происходит. В этом году мы междуряди делали метр и считали, что это будет широко. Ну, посмотрите, как ряд смыкается. То есть, все растет так бурно, что вот, ну, получается, там еще надо постараться, чтобы пройти. Ну, это я шучу, конечно, но на самом деле вот даже такое широкое междуряди, видите, видно, очень понравилось нашим растюшкам, поэтому вот они так бурные и красиво растут. Многие сорта плодоносят. Здесь вот у нас гелиодорчик висит, но пока не буду снимать мешочек, спрятали от слизней, потому что у нас ходят здесь большие такие рыжие слизни, которые тоже хотят полакомиться ягодой. Причем, смотрите, вот здесь кустики, они привитые. При этом вот полтора метра здесь высота. Рост мощный, хороший. Смотрите, вот прививочка. Это у нас белая леди. Два побега идет, процессы вызревания лозы начались. Ну, вот толщина тоже, как бы, для однолетки более чем. Вот, видите, вот такая вот прививочка. Вот это у нас малиновый супер на своих корнях. Ягодка начала розоветь. Ну, тоже тут такой, видите, свежий пасынок вырос. Хотя недавно вроде тут все проходили, все лишнее убирали. Лежит гроздочка русского раннего. По созреванию примерно такая же, как у нас и на участке, на втором. Ну, там ягодка такая покоцанная, это не трещины. Град был, вот он немножко. Ягодку в свое время побил. Ну, в общем-то, смотрите, какая гроздочка. И, конечно, мы старались гроздью убирать. Но, честно говоря, где-то могли пропустить. И, в принципе, ну, эти кустики в этих условиях, очень важно, я хочу подчеркнуть, что именно в этих условиях они даже могут тянуть урожай. Ни в одной банке, ни в одном стаканчике, ну, можно, конечно, создать условия для того, чтобы там пару ягодок вытянуть. Ну, это крайне-крайне сложно. И сложностью угадать, там, и со всем остальным. А в открытом грунте это более чем реально. Вот это гроздочка Svensen Red. Конечно, вот на взрослых кустах идет окрашивание. Здесь, ну, здесь я вам показала, что в рядах происходит сплошная тень. Да, все очень плотненько. Но, смотрите, опыление. Казалось бы, да, здесь густо, но, тем не менее, опылилась вот как хорошо. И красивая, полноценная гроздь. Опять же, вот тут молодые пасынки. То есть рост здесь очень хороший. Ананасовый ранний тоже у нас здесь с урожаем. Причем ягодка уже такая довольно желтая, конечно. Здесь уже и слизни полакомились. Но я думаю, что скоро можно будет ее и попробовать. Ну, здесь по лозе камера не так передает. Но видно, что она начинает желтеть. Сейчас ожидается похолодание. Растения словят стресс. И я думаю, что процессы вызревания лозы пойдут очень быстро. А вот эта красота, эта гроздочка, это велис. Конечно, гроздочка здесь маленькая. Но, смотрите, довольно неплохие ягодки. И, кстати, в хорошей степени зрелости. Смотрите, вот там у нас уже такие зрелые ягодки. Это, скорее всего, что или Зилга, или Симоне. Я уже туда даже не полезу смотреть. А вот, смотрите, Юпитер. Немножко из-за стойки плоховато видно. Но Юпитер в школке у меня окрашен гораздо лучше, чем на участке взрослый куст. Видите, какая красота. И немножко для сравнения. Вот здесь несколько кустиков. Прививочки, которые были в закрытых ямкостях. Причем в пятилитровых. Мы их высадили примерно в середине лета. Рост слабенький. Все слабенько. Нет, конечно, они тоже хорошие. Они тоже прекрасно пойдут расти в следующем году. Тем более, смотрите, и лоза уже вызрела. Но разница закрытых контейнеров и открытого грунта, я думаю, что очевидна. Как видите, то, что было высажено в школку сразу, растет в разы лучше. Конечно, не все растения на 100% вот такие вот огромные и красивые. Кто-то есть поскромнее, тем не менее, все равно все это хорошее, крепкое и красивое. И, конечно, для себя, для наших дальнейших посадок мы теперь уже однозначно выбираем посадку через школку. Наиболее просто, наиболее эффективно. Выкапывать школку мы планируем конец октября приблизительно. Здесь мы зависим от погоды, ждем вызревания лозы, хотя нам достаточно, чтобы она вызрела на несколько почек. Этого будет более чем. Ждем, когда опадает лист, но после этого выкапываем. Тем не менее, в ближайшее время, в ближайшие несколько дней мы уже подводим итоги, все, что у нас растет. Все подсчитываем и обновим каталог. Поэтому можно будет уже оформлять заказы и высказывать свои пожелания. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, имя контакта. И до новых встреч!